Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнением. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит, и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем знакомить вас с жителями нашего региона, превратившими свое хобби в дело жизни. Совместимы ли понятия йога и бизнес? Могут ли клиенты стать родственными душами? И как продержаться на плаву в пандемию? Об этом сегодня в истории Аллы Сачава. Меня зовут Алла, фамилия Сачава. Я инструктор по йоге и пилатесу. Занимаюсь этим делом любимым уже очень давно. И вот эта моя любовь вся вылилась в нашу студию. История вообще моего предпринимательства, она очень длинная. Это уже моя вторая попытка в жизни. Первая попытка была в 98-м году. Два года я была предпринимателем. Так получилось, пришлось уехать по собственному желанию в Германию с мужем. И мы там жили 13,5 лет. И вот в этот период проживания в Германии я познакомилась с йогой и пилатесом. Хотя до этого у меня уже была база. Это аэробика, которая была популярна очень. Степ, который был популярен тоже. Учителя мои замечательные. Это Черемисина Людмила, Новожилова Наталья. Это люди, которые, в общем-то, дали мне базу, основу. Тогда это было хобби. И в конце концов, спасибо опять-таки учителям моим. Они помогли и мне переступить вот этот порог. И из хобби перейти уже к работе. Не скажу, что это бизнес, потому что, правда, в бизнесе одни правила. А у меня, получается, какие-то правила, которые противоречат иногда бизнесу. Но, хотя и противоречивые правила, уже 6 лет мы живем. Замечательнейшая вот есть такая фраза в йоге. Тяжело первые 10 лет. У нас пока еще, так скажем, 6 лет. И я надеюсь, что, конечно же, через 10 лет нам станет легче. Но впереди еще есть время трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Желание это, работать самостоятельно, было у меня всегда. Когда мы вернулись из Германии, понимала, что, в общем-то, маленький опыт есть тех лет. И еще накопилось очень много опыта именно там. Учителя мои очень известные преподаватели в Европе, в Германии. Плюс, когда в Германии, опять-таки, были большие семинары, приезжали мировые звезды. Это Брайан Кест, который основатель Power Yoga, которую вот сейчас как раз-таки в нашей студии стараюсь сделать определенные уроки. Inside Yoga – это направление, которое тоже очень популярно сейчас. Ни минуты не сидела я дома, я сразу пошла работать. Это был один из фитнес-центров. Да, здорово, хорошо, приняли, все было прекрасно. До тех пор, пока идеи мои не стали выходить наружу. Тогда, естественно, директор фитнеса сказал, «Твое дело здесь открыть дверь и закрыть дверь, а все остальное – это уже наше дело». Естественное дело. Во мне это не могло все оставаться. То, что, я знаю, перешла в другой фитнес. Но когда я перешла в другой фитнес, я уже решила, что нужно потихоньку начинать. И вот снова вот это второе предпринимательство, которое уже сейчас действует, я открыла. И работала как частный предприниматель уже в фитнесе другом. Но вот такого зала, в который действительно я могла войти, я могла принести то, что у меня было. Это поставить, хотя мне было позволено пальму брать с собой. И в первом зале, и во втором она приехала из Германии. И эта пальма, она везде путешествовала с нами. В конце концов я решила, нет, чтобы не мучить себя и других людей со своими какими-то претензиями, нужно начинать и продолжать. Самое простое – это пойти и открыть предпринимательство. Это первый шаг, первый этап. Но все остальное начинается потом. За время, которое я поработала, это было полгода, уже начинали собираться люди, у которых большой интерес появлялся к занятиям. А чтобы уйти куда-то и найти место для работы, нужно, чтобы за спиной были люди. Просто так снять зал, прийти и начинать работать невозможно. И начались поиски, искали мы место близко от дома. Потому что в моем расписании, которое я напланировала себе, было очень много занятий. И для того, чтобы это все успевать, нужен был совершенно маленький промежуток времени на дорогу. Слава Богу, так получилось. Живу через дорогу и прихожу сюда на работу. Для того, чтобы опять-таки все осмыслить, рассчитать, нужно было получить все счета на зал. Когда я получила все счета, я поняла, что одной не справится. И была хорошая, замечательная девушка, которая изъявила желание работать вместе. Какое-то время продержались. И потом, к сожалению, Ира ушла. И снова я осталась одна. Для того, чтобы все это держать, я стала спрашивать у людей вообще ваши пожелания, как вы хотите. И у людей возникло желание организовать занятия в 7 утра. Занятия очень были неплохие, люди были довольны. Но через 2,5 года я поняла, что никакие силы меня уже не смогут удержать. Потому что после 7 была группа в 10, затем была группа в 5, затем была группа в 7-20. И в конце концов, потихонечку от группы, то я отказалась. Но и, в общем-то, наступила маленькая стабильность. И мне казалось, что вот все, это время, когда уже я начинаю потихонечку выстраивать вот этот свой путь. Появились организации, которые захотели также заключать со мной договор. И все было прекрасно. И 5 лет мы даже отметили. Но этот 6-й год, который вот он сейчас еще продолжается, он сделал так, что кто-то стал болеть. Кто-то стал беспокоиться о своих родственниках и не приходить на занятия. Людей становилось все меньше, меньше и меньше. И вот такое решение я для себя принимала. Нужно менять на меньше зал. Такой момент был. Много вещей, людей, которые приходят заниматься, они спокойно оставляют свои коврики. И куда с ними переезжать, я не знала. И поэтому я написала объявление, что, пожалуйста, придите, забирайте свои коврики, потому что придется уезжать. И только это объявление было написано, и пошли такие вещи, когда я это все читала, и хотелось, правда, от этого всего плакать. Потому что, вот как мы называем это бизнесом, когда этот бизнес уже поддерживаю не только я, а поддерживают люди. И люди стали писать, что ты даже не думай, мы никуда не уйдем, никуда мы не будем переселяться. А я же в ответ, что мне нечем платить, мне нечем оплачивать аренду. Потому что все приостановилось. И вот это счастье, которое может быть, когда совершенно, так скажем, чужие люди, но они уже стали родными здесь, не приходя на занятия, они стали перечислять деньги на счет. Для того только, чтобы мы продержались, чтобы мы оплатили аренду. И в конце концов мы вытянули. И мы протянули вот этой помощью два месяца. И сейчас потихонечку, потихонечку все становится на свои места. И только благодаря, опять-таки, людям, вот в это время мы продержались. На пару минут оставим нашу героиню, однако от темы далеко не уйдем. Сегодня в налоговой инспекции нам расскажут о том, что необходимо знать потенциальному основателю студии йоги. А также напомнят об особенностях различных систем налогообложения. Смотрим рубрику «Бизнес-блокнот». Отличная перспектива для тренера по йоге – это открытие собственной студии. Для того, чтобы начать вести занятия, необходимо обязательно зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности, индивидуального предпринимателя или юридического лица. Далее самостоятельно определиться с системой налогообложения, выбрав для себя любую из предусмотренных налоговым кодексом. Оптимальную не только в плане величины налогового обязательства, но и в плане удобства и простоты использования. Так, для индивидуальных предпринимателей существует три варианта. Общая система налогообложения, предусматривающая уплату подоходного налога с физических лиц в размере 16% от чистого дохода. Упрощенная система налогообложения, предусматривающая уплату налога в размере 5% от выручки, если ИП не является плательщиком НДС, и 3% если работает с НДС. При этом никакие затраты индивидуального предпринимателя при расчете налога не учитываются. Также вы можете стать плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в фиксированных суммах. Но прежде чем просчитать экономическую выгоду той или иной системы, важно знать и понимать особенности их применения. Итак, если вы решили применять упрощенную систему, то в течение 20 рабочих дней со дня госрегистрации обязаны представить в инспекцию по месту постановки на учет уведомления о переходе на данную систему. Чтобы начать применение основной системы или системы с уплатой единого налога с начала предпринимательской деятельности, дополнительно уведомлять налоговый орган не требуется. Вместе с тем, единый налог также имеет свои особенности. Предприниматель вправе применять эту систему в случае оказания услуг только физическим лицам. Подача декларации и уплата данного налога осуществляется до начала осуществления деятельности, то есть наперед. Важным моментом является и то, что индивидуальный предприниматель, уплативший единый налог за отчетный период текущего налогового периода, обязан уплачивать его до конца года. Более подробно с системами налогообложения и с их особенностями вы можете ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе «Электронные сервисы», вкладка «Создай свой бизнес». И за левое додро, выдох. Оставляем опору, рука левая опору. Не могу называть этих людей клиентами, потому что они уже не клиенты, они посетители, гости, некоторые как родственники, правда, даже родственные души. Когда приходит человек, переступает порог, первый вопрос – это ваше самочувствие. Контролирует ли доктор ваше состояние? Это самое главное. Пообщаемся, человек расскажет. Пожалуйста, проходите, заходите. Первое занятие бесплатно для того, чтобы человек мог понять, подходит ему это или не подходит. Потом, в процессе, когда мы уже общаемся, есть, правда, люди, у которых интерес возникает, они приходят. Они могут быть здесь один день, они могут задержаться на месяц. Есть те, кто занимаются годы и годы. А потом в процессе я познаю. Оказывается, долго-долго общались. Я рассказываю, к чему направляю, на что человек должен обращать внимание. Следите за своим состоянием. Оказывается, это доктор. Через другое время какое-то тоже мы разговариваем, какие-то финансовые вопросы. Оказывается, это банковский работник. Через некоторое время узнаю, что и архитекторы здесь и есть, и учителя, преподаватели университета. И становится так приятно. Но еще один приятнейший момент. Это случилось в 2018 году. Сюда, в нашу студию, пришла национальная сборная, женская команда по гребле на байдарках и коной. И через некоторое время занятия йоги включили вот в этот подготовительный процесс, который есть. У меня своя система посещения. Когда человек покупает абонемент, он ни в коем случае не должен привязываться к какому-то одному периоду времени. Если в других, опять-таки, заведениях, где я бывала, там есть конкретный месяц. Вы пришли, месяц должны заниматься, и дальше покупать следующий абонемент. Если какие-то, может быть, причины были, по которым вы не посещали, это ваши причины. У меня вообще нет таких правил. Человек покупает абонемент. Абонемент живет столько, сколько он живет. И человек знает, что если я не смогу заниматься в этот месяц, я приду в следующий. Не в следующий, так через год. Очень неприятно, когда сходят куда-то, посмотрят, люди сами сравнят и возвращаются. И поэтому, если раньше я боялась, правда, этой конкуренции, на сегодняшний день мне, во-первых, некогда уже бояться, потому что просто некогда, правда, с утра до вечера бывают дни, что просто здесь постоянно на обед и на завтрак можно отлучиться. Для меня, правда, это стало уже и работой, и жизнью, и вот это хобби, которое переросло в работу. Но я хочу сказать, что люди, которые приходят на занятия, они тоже приходят на работу со своей основной работы. Они приходят сюда и продолжают работу уже над собой. Хочу сказать людям, кто имеет какие-то свои способности, которые можно проявить, плюс привлечь к этому других людей, нужно обязательно, обязательно пробовать свой опыт. Это самое важное. И следующий момент. Здесь не на кого обижаться, можно обижаться только на себя. Если что-то идет так или идет не так, порадоваться можно за себя и обидеться на себя. Не на кого обижаться просто, потому что никто тебя не заставлял это делать. А если решился, пожалуйста, делай. Наверное, когда есть желание, все равно то, что вот оно плохое есть, через него переступаешь, плохое, оно уходит, остается хорошее. Бывают такие дни тяжелейшие, кому-то погода не идет, кто-то не выспался, у меня то же самое. И в конце четвертого занятия, когда окажется, вот все уже, я заканчиваю, и так я устала, и быстрее бы домой отдохнуть. И когда уходят мои замечательные девушки, они говорят, как же было прекрасно сегодня вот на этом занятии, как же было здорово. И вот эта фраза, она снова дает столько сил, что мне кажется, о господи, я же снова себя чувствую хорошо, я не устала. Мы все одинаковы, мы все можем трудиться, мы все можем в какие-то моменты сказать, у меня больше нет сил, я больше не могу. Но когда это любимое дело, и нужно пробовать, пытаться, и все обязательно получится. У большинства бизнесов, крупных, средних или совсем крошечных, есть кое-что общее. Их создатели по-настоящему любят то, что делают. Вдохновляйтесь историями наших героев и воплощайте свои мечты. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.